Журналисты «Блокнот Воронеж» решили узнать об отношении руководства Ново-Воронежской АЭС к своим сотрудникам и о программах помощи молодым специалистам, о которых слагают легенды. Подобные дома концерн «Росэнергоатом» строит специально для молодых специалистов, помогая им в приобретении жилья. Сейчас мы отправимся к молодой семье «Байоринос». Здравствуйте, я к вам пришла. Здравствуйте. Проходите. Артем и Татьяна приехали работать на станцию после института. При трудоустройстве семье «Байоринос» предоставили финансовую помощь и помогли в приобретении жилья. Атвеностанция участвует во всех наших важных жильях. Ключевых моментах. Да, моментах, то есть это и свадьба, и рождение ребенка, она оказывает материальную поддержку. Концерн строит жилье для своих работников, и часть денежных средств предоставляет беспроцентную ссуду. А часть денежных средств, которую человек берет в ипотеку, если ему еще не хватает, покрывает ставку по кредиту. И это далеко не вся помощь, которую получают сотрудники Ново-Воронежской АЭС. Так оплачивается половина стоимости заочного обучения и предоставляется бесплатное реабилитационно-оздоровительное лечение в санатории-профилактории «Энергетик». Санатории-профилактории «Энергетик» – базовое учреждение Ново-Воронежской АЭС, где проходят реабилитацию и получают установительное оздоровление работники атомной станции. Он введен в эксплуатацию в сентябре 1961 года до пуска первого энергоблока. Санаторий «Энергетик» находится в живописном месте в пяти километрах от Ново-Воронежа и занимает территорию в 14 гектаров. Особое удивление вызывает обилие животных в санатории. Здесь безопотно играют белки, чирикуют птицы и даже есть пруд с лебедями. Благодаря этому в «Энергетике» человек отдыхает не только телом, но и душой. Одним из приоритетов социальной политики предприятие руководство Ново-Воронежской АЭС считает заботу о здоровье своих сотрудников. Путевки в санатории получают не только действующие работники, но и ветераны отрасли. А летом в «Энергетик» приезжает около тысячи детей, где они занимаются спортом, посещают различные кружки и развивающие секции. И все это абсолютно бесплатно. В этом году профилакторий принял пять потоков. Ну что, посмотрим, как тут лечат. За время существования санатория его посетили более 50 тысяч человек. После масштабной реконструкции «Энергетик» обзавелся не только современными зданиями и уникальным медицинским оборудованием, но и кино- и конференц-залами, бассейнами, а также двумя спортзалами, где собраны новые тренажеры. Во время школьных каникул в профилактории отдыхают дети специалистов Ново-Воронежской АЭС. Любой желающий сотрудник станции может в свободное время насладиться всем этим великолепием. Поистине, при таком отношении руководства хочется идти на работу каждый день.